Если вы хотите узнать, на кой проект перейдет Brothers & Company, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика Arizona, роли PlayFenix IP, а также мой никнейм находится в описании данного видеоролика. Там же есть ссылочка на мой телеграм-канал, поэтому заходите туда и ознакомливайтесь со всей информацией именно там. Там же вы найдете мой никнейм и получите по нему 350 тысяч вертов или 300 тысяч вертов при достижении вами 5-го игрового уровня. Поэтому, да, вот. Не так давно я выпустил ролик о том, где рассказывал, мол, то, что Brothers & Company вот такой-то ютубер с таким-то большим количеством подписчиков. И вот он там, знаете ли, снимал на Redmi Roleplay, потом он почему-то ушел на Stage Roleplay. Сейчас со Stage Roleplay он опять-таки уходит. В общем-то, если вы, мало ли, по какой-либо причине не видели данный видеоролик, то я вам рекомендую его посмотреть. Подсказочка уже всплыла где-то справа сверху, поэтому переходите по ней и просматривайте данный видеоролик до самого конца. После чего пишите комментарий более 4-х слов. Сейчас я бы хотел, знаете ли, так подумать, а на какой проект перейдет именно вот этот вот, знаете ли, Brothers & Company. Потому что, ну, это достаточно интересно вот так вот подумать, а потом посмотреть, был ли я прав в данной ситуации или вообще нет. Потому что я-то знаю много всего о GTA-самп-ютуберах, чего могут не знать некоторые люди, которые только приходят в этот самый GTA-youtube. И еще, знаете ли, там из каких-то рекомендаций заходят к Brothers & Company и такие, типа, о, привет, Вовчик, там, как дела? Да, пошли на Diamond Roleplay, не хочешь, а почему? Расскажи, я вот люблю в доту поиграть, а ты, типа, а, тебе пора уже, ну, давай пока. Поэтому, чтобы чего-то вот такого вот не было, то я вот специально для этого и существую, можно сказать. И, в общем-то, у Brothers & Company в его паблике ВКонтакте прошло голосование на, знаете ли, ладно, давайте вот перед тем, как вот это вот все голосование начнется, блять, вот когда я начну все это вам рассказывать, паблики ВКонтакте, блять, ненавижу нахуй паблики ВКонтакте. Самая хуевая вещь в мире, блять, это паблики ВКонтакте, GTA ютуберов, вообще ютуберов, блять, любых, это полная поебень, в которой, которую неинтересно читать, она не выходит в рекомендациях никогда, потому что там постится полная поебень, зачем создавать себе эти паблики, блять, когда есть твиттеры, блять, телеграммы, я никогда не понимал, и в каждом видеоролике, в котором будет присутствовать паблик какого-либо ютубера, я постоянно буду говорить об этой хуйне, потому что я просто, блять, не могу, я серьезно, я охуеваю, блять. Так вот, в паблике у Brothers & Company прошло голосование, но оно вроде как до сих пор идет, и там до сих пор можно проголосовать, лично я проголосовал за СамПРП, чтобы вот этот вот самый человек мог помочь проекту СамПРП с онлайном, это олдовый проект, который как бы нуждается в ютуберах, поэтому если вы ютубер, и вы меня смотрите, вы молодой, горячий, не знаете куда пойти, резону вы уже писали, вас не берут, или вы не можете дописаться, то можете, наверное, я так полагаю, написать менеджеру СамПРП, и вот туда-то, я думаю, вас возьмут, они достаточно лояльны, по крайней мере, ко мне, а уж как будут к вам, я не знаю, но попытка не пытка, как бы всегда приятно зарабатывать деньги за какое-то свое хобби. Так вот, в паблике у этого самого Brothers & Company прошло голосование, и если вот так вот посмотреть на результаты, то он выигрывает Diamond Roleplay. И опять-таки вот можно начать все эти холивары по поводу того, что там, я не знаю, а Diamond Roleplay накрутили, там сделали еще какие-то вот эти вот все вещи и так далее, как-то так. На втором месте у нас идет СамПРП, как бы, причем отрыв Diamond Roleplay от СамПРП, он не такой большой, то есть если у Diamond Roleplay там 25% голосов, то у СамПРП 24,3% голосов, что как бы не особо много в голосовании, приняло участие около там 10 тысяч человек, поэтому там вот эти вот 7 десятых вот этих вот процентов, блять, это полное поебенье, это типа вообще полные копейки. И почему вот я думаю, что Brothers & Company, он не пойдет на Diamond Roleplay? У него когда-то, достаточно уже, конечно, давненько, но был конфликт с основателем вот этого вот самого проекта, с админами, со всем прочим, у него там даже были, знаете ли, какие-то разоблачительные ролики, ну, раньше было принято так делать, они собирали просмотры, сейчас, блять, индустрию, нахуй, всю засрали, блять, нихуя нету вообще тут, я хуею с этого, с этих всех людей, блять, вот. И, в общем-то, Brothers & Company, да, Brothers & Company, он снял большое количество видеороликов, в чем вообще была вся суть? Он там сделал какой-то рекламный ролик, в котором была, там, показан скрипт, мол, Reconnect, который в то время был запрещен, на ПДО, он вроде сейчас запрещен, на проекте Diamond Roleplay. Какой-то игрок пожаловался, и ютубера, такого прибыльного ютубера, сняли за Reconnect видос. То есть, вот там вот такой вот маразм у этих людей из Diamond Roleplay. Возможно, сейчас все поменялось, возможно, там еще что-то, ему за ролик тогда платили 3000 рублей, сейчас ему, конечно, блять, такие копейки платить никто не будет, там, наверное, вообще суммы миллиардные идут, поэтому, как бы, вот так, да, и лично мне кажется, что после вот этих вот всех конфликтов, когда его, блять, за Reconnect выгнали с Diamond, когда там все вот это вот произошло, я не знаю, наверное, он выберет сам Пропе, ну, ой, ну, вспомнил, блин, но это вот когда все было-то вообще, ну, ты че, хоть, ну, там, мы уже давно друзья же со всеми, там, мы с Брулевым, мы со всеми слева-направа, там, с Diamond, с Аризоны, ну, ты че, какие вопросы вообще, какие конфликты, это ты, блять, конфликтишь, а мы-то все нормальные, пацаны, уже без этого живем, я так думаю, но, опять же, он может, знаете ли, сказать, что вот сам Пропе, вот там ютуберы, блять, умирают, понимаете, я не хочу туда идти, вот, помню, Дапо туда пошел, блять, все наши слева-направа, там, Ричи, Делорензи вообще, все наши туда пошли, все наши померли, сдохли, блять, а все с ними хуел, поэтому я не хочу идти на вот этот вот самый, блять, сам Пропе, поэтому мы с чуваками с Diamond Roller Play переговорили, все решили, обсудили, за реконект меня больше снимать с ютуберки, выгонять сотрудничество не будут, хотя это, типа, процентов на 15-20, а остальные, типа, извините, куда деваться, как бы, да, то есть, вот, бывает такое, да, вернее, 85%, неважно, к кому, блять, какая разница вообще до всего этого, и, в общем-то, неясно, неясно, что он выберет, но вот я могу сказать, что конфликт имел место быть, а уж что из всего этого выберет Brothers and Company, ну, будем, будем посмотреть, как говорится. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, IP Arizona Roller Play Phoenix, а также ссылочка на мой телеграм-канал, вся эта информация находится в описании данного видеоролика, заходите туда и ознакомливайтесь с ней в полном объеме.